ПЕСНЯ 11. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ Такое ощущение, будто мы попали в открытый космос. Невероятная концентрация звезд в Кроку Сити Холли. Сегодня телеканал РУ-ТВ щедро раздаст 15 наград в виде самоваров лучшим артистам российского шоу-бизнеса. Такое пропустить точно нельзя. Самая русская премия начинается прямо сейчас. Ребята, где маски? Ребята, быстро в образе, в образе, вы что, конечно. Я всегда на премию РУ-ТВ приезжаю в черном каждый год, неизменно, уже почти 10 лет. О, это же что, понимаете, это аромат ванили сладковатой клубы. Для меня всегда каждый выход, это прям произведение искусства, я собираю все, причем я собираю все сама, все придумываю сама. Мне помог стилист, подобрал прикольные аксессуары, корсет и вот так вот, в общем, и сложился сегодняшний лук. Пока все думают, как красиво фотографируется, я думаю, как быстрее оттуда, отсюда убежать и переодеться в свой образ, который для ведения. Короче, я на стрессе. Добрый вечер! Привет всем любителям хороших русских песен. Не просто хороших, а лучших из лучших, друзья. Нынешняя премия уже 11 по счету. В этот раз она посвящена объединяющей силе музыки. 15 номинаций, маститые музыканты и молодые звезды. Но атмосфера на ковровой дорожке царит дружеская. Я думаю, самая главная вообще ценность премий, это в том, что мы не только честуем тех, кто выделился в этом году, но и тех, кто в этом году показал себя, то есть новичков шоу-бизнеса. И каждая премия открывает новые лица, новые имена. Какую русскую музыку вы больше всего любите? Свою! Ну, конечно, которая крутится на русском радио, но вот рядом со мной стоит моя подруга. Мы дружим уже 20 лет. Это правда. И я люблю Анины песни. А супруга своего слушаю, если говорить про русскую музыку. Я вырос на рок-н-ролле, естественно, на Битлз, но тем не менее наша музыка и наши исполнители непрекрасные. Я болею за Диму Билана, я болею за Зивер, за Мари Крэмбери, за Мота. Мы все, кто сегодня, ну, именно в нашей номинации, мы все очень, ну, действительно самые популярные и самые много работающие. Поэтому такая схватка будет боевая. Вы верите в дружбу в шоу-бизнесе? Конечно. Я считаю, что в музыке просто нет конкуренции, не надо с кем-то так общаться, чтобы с кем-то не поссориться. Я считаю, что в таких музыкальных вещах должно быть только дружба и классное дружеское общение. А кто уж победит, это неважно, это выбор зрителя. Мы коллеги и хорошие знакомые, поэтому вряд ли мы будем ругаться за премии. Это, наоборот, место, где мы можем встретиться и, наконец-то, и пообщаться все. Каждый делает свою музыку, каждый в своей сфере, там, в своем амплуае лучший. Поэтому я за всех болею, но, конечно, болею за себя тоже. Пусть победит тот артист, которого выберет тублика, это самое важное, наверное. А в какой номинации ты бы хотел еще представить? Лучший артист года, лучшая песня года, лучший альбом года. Дай бог, все это будет. Люся Чеботина! Коллаборация года! Лев Лещенко и Лок Дог. Какой у вас ритуал перед выходом на сцену? Я очень люблю душиться своим любимым парфюмом. После, скажем так, я начинаю потихонечку-потихонечку гасить инерцию заряда, чтобы уже войти домой мамой. А как оставаться популярным спустя долгие годы на сцене? Ты должен всегда меняться. Это то же самое, что к женщине, как сделать так, чтобы тебя все время любил мужчина. Просто всегда меняйся. Просто не будь постоянным. Просто будь разным. Что-то надо придумывать, песни писать. Больше нет повода стать популярным. Только хорошая песня. Стабильность. Когда ты не стараешься сделать 30 шагов за один день, а когда ты из-за дня в день просто вот так стабильненько-стабильненько шагаешь. Пусть это будут маленькие кирпичики, но дом же выстраивается, строится он из маленьких кирпичиков. Вот каждый день ты делаешь один кирпичик. Ну, во-первых, уделять зрителю внимания. Во-вторых, писать побольше песен. Оставаться всегда на слуху. Самое главное быть актуальным для себя и заниматься любимым делом, а с интересом. Если как только ты начинаешь считать деньги, то актуальность твоя точно потеряется. Ну, конечно, харизму никто никогда не отменял, но мне кажется, что все-таки бережное отношение к своим людям. Главное, что должно быть между публикой и артистом, это любовь. Нужно быть интересным зрителем. Для того, чтобы быть интересным зрителем, нужно быть достаточно искренним. Не выдумывать какие-то каждый раз хайповые истории про себя, а просто быть таким, какой ты есть. Мне кажется, ему нужно регулярно выпускать суперхиты. Точнее, мне не кажется, я в этом на 100% уверена. Делать то, что тебе нравится, и делать это с любовью, все. Процитирую песню Иры «Душа обязана трудиться и день, и ночь». Ну, это не всегда все воспринимают, но я считаю, нужно всегда экспериментировать. Самое главное, наверное, ну, я от себя скажу, это быть собой и делать то, что тебе нравится. Работать, поменьше трындить и побольше делать. Ну, во-первых, сам по себе артист должен быть реальным артистом, а не просто ботафория. Это первое. Второе – наличие хитов. Я думаю, надо просто быть интересным и искренним со своей публикой, вот и все. Идти в ногу со временем, да, и это касается и музыки, если ты артист, это касается и блогерства, если ты блогер. И на светских мероприятиях появляться, ну и, конечно, не откладывать творчество свое, да. Меня же держит на плаву искренняя самая большая любовь к музыке. Больше, чем музыку, я не люблю никого и ничего. Какая для вас главная награда помимо зрительской любви? Ой, это когда моей жене нравятся мои песни, ей обычно ничего не нравится, а иногда ей что-то нравится, как бы, и вот это значит, что-то получается. Вот она моя награда, самое главное. Главная награда – это здоровье детей, здоровье нации. Мне главное, чтобы все были, номинанты были здоровы. Это любовь моих зрителей, моих поклонников. По-нашему, по-стариковски было офигенно. Я думаю, что самое время собраться немножко с силами и дать максимально много шума всем артистам, которые сегодня выступали. Спасибо, до скорых встреч! Спасибо! Есть какой-нибудь жизненный девиз? Конечно, думай позитивно, потому что наши мысли строят нашу судьбу. Лучше сгореть, чем угаснуть и мало быть профессионалом. Важно быть хорошим человеком. Преодолевая все трудности, иди к намеченной цели. В этой жизни мне дается все очень сложно, но мне дается все. Все начинается сверху в себя, а также всегда цельтесь в Луну, потому что даже если промахнетесь, окажетесь среди звезд. Надо прочитать, какой девиз-то русского радио, скажи мне. Все будет хорошо. Ну вот, все будет хорошо.